Слушай, ну я... Слушай, извини, я не прав, да. Ну, понимаешь, после принятия этого закона о цензуре в интернете, я как-то... О, слушай, а я, кажется, знаю, чем загладить своё вино. Как насчёт того, чтобы пересмотреть двойного дракона? Что, ты его никогда не смотрел? Чувак, да это же тот фильм с Марком Докаскосом. Там ещё и это из зачарованных играет тупня, которая самая младшая. Ты реально это не смотрел? О чём фильм? Ну, если вкратце... Фильм «Двойной дракон» основан на популярной игре Double Dragon, выпущенной на множестве платформ, в том числе и на Nintendo Entertainment System, более известной в России как Dendy. В далёком 1993 году несколько компаний, выпускавших всякий шлак, объединилось для экранизации данной игры. В 90-е любили экранизировать игры с драками, хотя и не очень умели это делать. Так вот, фильм вышел в 1994 году и тут же пошёл ко дну, едва не потянув за собой Марка Докаскоса и Роберта Патрика, у которых карьера и так висела на волоске. Поговорите с моими адвокатами. Чем же он так плох, спросишь ты? Во-первых, завязка сюжета. В урбанистическом хаосе кошмарного будущего, наступившего пять лет назад, некая китайская девушка по имени Сатори тусуется в компании двух братьев-раздолбаев, Билли Ли и Джимми Ли, и охраняет половинку мистического медальона, наделённого неизвестно какой силой. Злодейский злодей Гайсман хочет отнять у неё половину медальона, так как именно он обладатель второй половины. Признай, ты никогда не видел ничего подобного. Это же так оригинально! А какая очевидная связь с игрой про двух гопников, которые мочат отморозков, похитивших подругу одного из них? Кстати, а зачем вообще нужен этот медальон? Да, бессмертие и всё такое, но что он ещё может? Половинка Гайсмана даёт ему возможность превращаться в тень, половинка братьев не делает вообще ни хрена. А если их соединить... То вы сможете выключить свет в целом городе? Чубайс мог то же самое, причём без всякого медальона. А, нет, медальон может ещё кое-что. Превратить вас в двух уродцев с игрушечными катанами. Да, вот она, настоящая сила. Кстати, во-вторых, спецэффекты. Они тут... Они тут плохие. Судьба свела двух драконов. Это реально плохие. И третье, но самое убогое. Это персонажи. Они откровенно нелепы. Причём, я понимаю, что они намеренно сделаны смешными, пытаясь придать абсурдности происходящему. Но, боже мой! Злодей, словно переместившийся с экранов старых фильмов о Бонде, всё время охотится за половиной медальона, которую даст ему сомнительную силу. Его подручные тупые, а главное герои... Не думал, что они так быстро летают. Это отдельная песня. Они постоянно ведут себя так, будто им 16 лет на двоих. Мы что, должны это носить? Отличный костюм. В магазине такого не купишь. Красная жилетка со стразами? Ты ищешь не в тех магазинах. Зачем бить себя? Не бей себя. Перестань. Били. Присядь. Короче, этот фильм. Лёха? Лёх? Нет, ну он правда не смотрел двойного дракона. Лизончик. Лёх. Лёх. Субтитры сделал DimaTorzok